Санаторий Старица расположился в живописном месте на стыке двух поселков Солочи и Заборья. Попасть на его территорию через шлагбаум и ворота тем, кто там не отдыхает, довольно сложно. И вроде бы так и должно быть, если бы не одно «но». Дело в том, что на огороженной территории оказались улицы села Заборья, Октябрьская и Революции, вместе с домами и проживающими там людьми. Конечно же, хозяин одного из домов Сергей Фролов, когда приобретал недвижимость в 2002 году и предположить не мог, что в итоге в частные руки могут продать улицы. За красивыми словами номер кадастровый такой-то, территорию улицы, революции Октябрьской, просто-напросто потеряли. Но с тем, чтобы не ущемить наши права, в постановлении главы администрации было сказано, что установить обременение на эти улицы для жителей, проживающих на этой территории. Наши конституционные права были соблюдены. Но, к сожалению, как нам сейчас стало известно, данное обременение государственной организации реестра не было внесено. И потом этот участок продавался несколько раз. И в результате обременение при продажах, обременение куда-то исчезло. И к нам сейчас собственник или его представитель предъявляют претензии, что вы должны ходить с другой стороны. По словам жильцов, все документы, подтверждающие, что данные участки были проданы с обременением, у них есть. И тем не менее, это не помешало суду вынести решение, по которому владелец одного из домов не имеет права использовать данную улицу не только для проезда на автомобиле, но и для пешего прохода к собственному дому. Причем о судебных заседаниях женщина даже не была извещена. Сегодня она уже опустила руки, а вот семья Фроловых, хотя на них пока в суд не подавали, не хотят мириться с такой ситуацией. Тем более, что и у них уже начинают возникать проблемы с проездом. Так, например, Мария Фролова, дочь Сергея, не смогла подъехать к дому из-за наваленного у забора хлама. Я вышла в гаражах, там, я не знаю, представители санатория были, и попросила убрать, хотя бы убрать какую-то часть, чтобы вот подъехать на машине, мне нужно было выгрузить сумки. Ко мне подошла женщина, как выяснилось впоследствии, это директор санатория Агеева Екатерина Валерьевна, и сказала, что они проводят инвентаризацию, убирать она ничего не будет. Если меня этот ответ не устраивает, я имею право вызвать полицию. Однако это будет бесполезно в силу того, что были предъявлены исковые требования к нашим соседям Рукуновым и Таратыновой, и они проиграли судебные иски, вынесли решение, советский суд вынес решение запретить им проезд и проход по улице Революции к своим жилым домам. Екатерина Валерьевна сказала мне, что мы будем следующие, после того, как она уложит газопровод, решит проблему с газопроводом. Дело в том, что газопровод проходит как раз по участку Фроловых. Совсем недавно рядом с их забором проводились работы по укладке подземного газопровода, в результате которого был поврежден водопровод, и на несколько дней семья Фроловых осталась без воды. Сейчас, откровенно говоря, непонятно, имеется ли проектная документация на укладку этого газопровода. Если она имеется, то почему не соблюдены технические нормы, и наш водопровод был поврежден? Как это все проходило? Кто разрешил, кто не разрешил? Честно говоря, опасаясь, что мои родители могут взлететь на воздух, и такая трагедия произойдет, как на осеннем переулке в 2016 году, мне хотелось бы, чтобы кто-то помог нам. С семьей Фроловых собрано огромное количество документов, которые подтверждают то, что они имеют право пользоваться дорогой для подъезда к своему дому. В числе этих документов есть и ответ из администрации президента. А вот из прокуратуры, куда уже не раз обращались жильцы домов, оказавшихся в западне, шлют откровенные отписки. Наша телекомпания попыталась связаться с руководством санатория Старица, но директора не оказалось на месте. С директором санатория мы обязательно свяжемся и будем благодарны, если она прокомментирует сложившуюся ситуацию. Ну а пока семья Фроловых с нетерпением ждет ответа от временно исполняющего обязанности главы региона, на имя которого ими также было отправлено письмо с просьбой помочь и разобраться с творящимся беспределом.